Однажды молодая пара, полюбив друг друга, сделали никях. Что парень, что девушка были мусульманами, но не придерживались всех правил, которые есть в религии. Девушка не покрывалась и не читала намаз, но верила в Аллаха Субхана Ватааля. Муж также верил, но не выполнял некоторых правил ислама, намаз он читал редко, успокаивая себя тем, что у него не хватает времени из-за работы. Прожив вместе пять лет, у них никак не получалось зачать ребенка, много лечились и ходили по больницам, но все безуспешно. Врачи не ставили каких-либо серьезных проблем у молодой пары. Девушка уже и не надеялась на то, что она когда-нибудь станет мамой и будет качать своего малыша, а у мужа были уже разные мысли, вплоть чтобы жениться на другой девушке. На фоне всех проблем, муж с женой стали меньше разговаривать друг с другом и участились небольшие конфликты. Молодая пара в то время жила в съемной комнате в доме, которое сдавала старенькая бабушка. Бабушка никогда не вмешивалась в их проблемы и отношения, но однажды, когда она в очередной раз увидела заплаканное лицо молодой девушки, она спросила «Дочка, что у вас происходит?». Молодая девушка рассказала, что уже давно не могут завести ребенка, и на этой почве у них распадается семья, и то, что они совсем перестали верить, что у них когда-нибудь появится ребенок. Бабушка, выслушав историю девушки, сказала, что на все воля Аллаха. Бабушка начала учить молодую девушку совершать намаз и благодарить Всевышнего за каждый прожитый день. Девушка стала совершать все намазы, не пропуская ни одного. Когда настал месяц Рамадан, девушка решила держать пост и каждый день ходила в мечеть. В молитвах она просила у Аллаха Субхана Ватааля, чтобы он подарил ей малыша. В очередной раз, когда девушка пришла в мечеть, Хазрат на проповеди сказал, что сегодня ночь Лайлат Аль-Кадр, ночь могущества и предопределения. В эту ночь пророку, да благословит его Аллах и приветствует, был неспослан Кур'ан в виде откровения в пещере Хира, гора Джабаль-Ан-Нур. Про ночь Лайлат Аль-Кадр в священной книге сказано, что она одна лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. В эту ночь исполняются все желания. Молодая девушка читала намаз всю ночь, с ее глаз просто ручьем текли слезы, она искренне верила в чудо, и оно случилось. В последний день поста девушка узнает, что беременна. Радости мужа не было границ, он стал вместе с женой посещать мечеть и не пропускал ни одного намаза. Он каждый день благодарил и восхвалял Всевышнего Аллаха Субхана Ватааля. Сейчас у них чудесная дочка, которой уже 10 лет. Мама девочки иногда рассказывает ей эту историю, приговаривая, «Тебя послал к нам сам Аллах». Это очередная, правдивая история, которой было место быть. Уважаемые братья и сестры, скоро наступит самый желанный месяц для мусульман Рамадан. Я призываю вас, если вы не читаете намаз, то это самое время, чтобы начать. Соблюдайте все требования поста, который предписал великий Аллах Субхана Ватааля. Всевышний Аллах говорит, «Каждое благодеяние человек совершает для себя и получает за него от 10 до 700 наград. Но пост он соблюдает для меня, и я лично вознагражу его. Ведь он воздерживается от пищи ради меня, воздерживается от воды ради меня, сдерживает свои страсти ради меня, отстраняется от супруги своей ради меня», – передали Аль-Бухари и Муслим от Абу Хурейры. В заключении всего хотелось бы поблагодарить вас за вашу поддержку, которую вы оказываете каналу своими лайками и комментариями, а особенно хочу поблагодарить людей, которые помогают каналу материально. На данный момент как никогда нужна ваша помощь. Кто захочет помочь, все ссылки в закрепленном комментарии. Мир вам и благословения Аллаха Субхана Ватааля.